привет всем дорогие мои зрители рада я опять снимать мои видео соскучилась я по моим съемкам не знаю как вы дорогие мои подписчики скучали ли вы без моих видео я очень редко в последнее время снимаю видео и скажем так наверное уже вы подумали что вот как и все блогеры обычно куда-то пропадают ну я думаю что это нормально все мы люди куда-то мы иногда пропадаем потому что у каждого из нас есть личная жизнь заботы хлопоты нет времени иногда просто некогда снимать даже если есть желание снять видео в этом видео я вам хочу показать мои покупочки кстати почему я пропала скажем так потому что были праздники после праздников начались скидки в италии я уже зашу поголилась скажем так и уже готова вам показывать что же я купила этой зимой скажем так в этом в этом месяце месяце январь поначалу я вам хочу показать кроссовочки простого серого цвета которые есть я купила для ежедневной походки пойти купить кое-что в магазин чтобы было удобно вот такие вот кроссовочки от марки бенетон я для себя прикупила а а Кроссовочки в магазине Benetton я купила со скидкой. И сейчас вам хочу показать, что еще я прикупила в магазине Benetton. То есть я вам сейчас хочу показать пакет. И чек моих покупок. Это была покупка, значит, такой вот пуховик и балет. 38 размер, я не знаю, кому они подойдут. В принципе, у меня нога 38 размер, но балеринки немножко мне не нравятся цветом. Это я, скорее всего, для дочери купила. Я просто взяла, потому что цена была прекрасная. И посмотрела, что очень хорошие качества. Вот полностью мои покупочки. И самое интересное, что я хочу показать, достать с моего пакета, это вот такой мешок. Вот такой мешок. Видите? И что получается? Для начала я хочу показать цену. 26,98 евро я заплатила. Стоил, значит, этот пуховичок. Он очень легкий. 89,95 евро. Демонстрирую. Субтитры подогнал «Симон» Ну, это нормальный пуховичок, классика. Здесь одевают такие пуховички, они очень легкие, тонкие, одевают под какое-то пальто, под какой-то кожаный плащ. У меня, например, есть кожаный плащ, на платье сверху еще пальто, вот так носят. Может быть, я сделаю аутфиты и вам покажу, как это все будет смотреться. Ну, в принципе, вот так, что-то у меня замок не застегивается, я не могу. Очень вот так вот все простенько. В принципе, я не буду сейчас портить видео, дергать мою видеокамеру в разные стороны. Я просто спокойно как-то сниму какой-то аутфит и вам покажу, как я буду, то есть, с чем я буду одевать вот этот вот пуховичок легкий. Вот, здесь такие есть кармашечки, то есть, ну, все нормально. Даже сейчас снимать не буду, у меня так тепло, как-то у нас немножко похолодало на улице, и сразу же и в квартире холодает. Вот, так что дальше. Дальше я вам хочу показать тапочки. Тапочки, которые я купила для мужа, для себя и носочки. Я купила носочки, я купила теплые, потому что я мерзну в ноги и в руки. Я обязательно зимой должна носить перчатки. Вот такие вот тапочки комнатные. Здесь вот такой вот бантик, видите, очень красивое оформление. И вот такая вот фирма. Здесь вот так все достается. Вот я уже показываю, так уже и покажу. Я пока еще эти тапочки не носила, видите. Не носила эти тапочки, поэтому смело вам показываю. Вот, там вы засматриваете, какая фирма. Как здесь сделана. Мне понравились классика, я считаю. Вот такие вот тапочки. И мужу купила также, потому что была скидка, я решила прикупить. Какое качество вот этих носочков. В принципе, они должны быть очень теплыми. Я даже их пока еще не одевала. Ждала уже момента, когда я сниму видео, для того, чтобы уже показать поближе, продемонстрировать вот это вот качество, вот узор вот таких вот носочков. Такие носочки я буду одевать под штаны. Штаны внизу буду подкачивать. И когда я буду носить даже вот эти кеды, которые я вам только что показала, от марки Benetton, то подкачиваю джинсу снизу, чтобы немножко вот так вот было, вот так вот видно было вот этих носочков. Очень интересно. Еще хочу купить какое-то пальто желтое. Ну, не знаю, получится ли у меня это купить в этом году или нет, но планирую. Ну, а если не получится мне купить желтое пальто, у меня уже есть вот такого светлого цвета пальто. У меня уже есть такое пальто, поэтому буду носить светлого цвета, если не получится купить желтенький цвет. За все это я заплатила. И моя любимая на сегодняшний день марка нижнего белья Ольшо. Так, сейчас скидки. Наверное, уже скоро будут заканчиваться скидки, так что зайдите на сайт, посмотрите. Сайт распространен по всему миру. Поэтому можете посмотреть. Я делала уже мои видео про нижнее белье от Марки Ольшо, но сегодня, девочек, я вам белья показывать не буду. Я вам буду показывать тапочки. Я очень нюхну, надеюсь, что все-таки будут теплыми вот эти тапочки. Заплатила я за эти тапочки, девочки. И следующая моя покупка, которую я вам хочу сейчас показать, это ботинки. Ботинки от магазина Джульетте. Но это не есть марка Джульетте. Я сейчас вам покажу коробку, так что будете сами высматривать. По-моему, это Мада Ниталия. То есть, сейчас все я вам покажу. Но для начала я вам хочу показать цену. Так что... Будем разговаривать про эти ботинки. Вот какие вот эти ботиночки. Я очень хотела ботинки черные. И чтобы здесь были как бы прошиты. Но я не уверена, что они прошиты. То есть, ну, чтобы была видно ниткам. Может быть, они просто пришили ее для красоты. Потому что сейчас модно вот эта вот ниточка желтая. Мне очень нравится. Сейчас это очень актуально носить. Вот такие вот ботинки. То есть, сейчас такая вот тенденция в Италии. Такие вот ботинки. Или короткие вот такие. Или вот такие вот высокие. Мне попались высокие, короткие были. Но мне вообще что-то там не понравилось. Это кожа. Это девочки кожа. Вот. И что хочу сказать. Еще не одевала я их. Я как бы уже давненько прикупила. Но не одевала, потому что хотела вам снять видео. Показать. Кажем так, очертаться. И не нравится мне показывать обувь, когда я уже ее немножко поносила. Поэтому уже спокойно. После съемки этого видео я уже буду наслаждаться и ходить. Попробуем, как они будут вести себя. Будут ли они такими, скажем так, качественными. Немножко освободилась от моего уховичка. Хочу вам показать очень хорошую обувь от бренда Pantofu Lodoro. Я уже делала когда-то видео, когда я покупала для себя ботинки от бренда Pantofu Lodoro. Это видео, одно из первых моих видео, как только я начала снимать год назад, скажем так. Год назад, несколько месяцев. Вот. Но давайте так. Я вам сейчас покажу вот этот пакет. В этом пакете, это пакет, я так думаю, нет, не от марки Pantofu Lodoro. Это пакет от магазина, где продают эту обувь. Вот в такой вот коробке, значит, упакованы ботинки для моего мужа. Это мы купили моему мужу. Что могу сказать? Здесь размер 42. У мужа размер ноги 43. Но прекрасно подошел этот размер. Не знаю, иногда в них есть вот это вот. А, кстати, чтобы так все было красиво. Хочу сказать одно. Кто любит качественную обувь, мужскую, женскую, вам сюда. То есть, я, девочки, постараюсь найти сайт, может, где-то на коробке или где-то. Если будет, я обязательно оставлю в инфобоксе. Павлеркс. Раньше они писали Pantofu Lodoro, а сейчас вот совершенно по-другому. Мы на коробке видели надпись, так что здесь тоже вот такая вот надпись в середине. Очень приятно пахнет кожей. Так что, женщины и мужчины, девушки и мальчики, присмотритесь к этой теме, присмотритесь к этой обуви. Вот, вот, они прошиты. Это обувь прошита, это обувь качественная, это обувь, это самая лучшая обувь, которую я знаю. У моего мужа была одна пара, но он проходил три года, естественно, уже сносились, но они не порвались, не протерлись. Их еще-еще дальше можно носить, просто нам надо немножко там каблук подправить и все. Чек этой обуви. Магазин Pinky. Вот такие вот простые ботинки я купила в магазине Pinky. Стоили 35,99 евро. И скидочка на эти ботинки минус 72%, это получается 10 евро. Конечно же, почему бы не купить? Вы знаете, хочу сказать, что очень качественно сделана эта обувь, я придраться не могу. Нет нигде ни клея, ну, знаете, не могу ничего сказать. Это вариант бегать каждый день, вот просто одел, побежал в магазин, или там мусор выбросить, или еще что-то. Или просто по городу погулять, или побежать к подруге, то есть на все случаи жизни. Эти ботиночки утепленные, то есть внутри, поэтому я думаю, что очень-очень даже за такую цену, не жалко даже относить, оттоптать месяц или два, или если даже получится три, то это просто супер. Поэтому я не могу, не жалко мне потратить такие деньги. Иногда я покупаю и дорогую обувь, и покупаю дешевую обувь, то есть все в зависимости. Вот такая вот маечка еще с этого магазина. Три евро всего лишь пригодится. И очки. Девочки, очки. Вот, пожалуйста, смотрите цену. Мочек. Мочек. Ну вот и все, дорогие мои зрители, дорогие мои подписчики. Показала я сегодня маленькую часть моих покупочек. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что это видео будет чем-то полезным для вас. Чем может быть это видео полезным для вас? Я надеюсь, что узнать ценовую политику в Италии. Какие цены здесь, чтобы вы смогли сравнить. Может быть у вас тоже есть такие цены, просто надо искать. Может быть не такие, но хотя бы вы узнаете о том, что скидки есть. Некоторые вещи вы можете покупать на сайте этих брендов, которые я вам сейчас показала в этом видео. То есть я обязательно поищу каждого бренда с сайта. Оставлю в инфобоксе. Если найду, оставлю. Что не найду, вы мне извините, то не нашла, не смогу оставить. Вот. И с вами сейчас я попрощаюсь. Пожелаю вам всего самого наилучшего. До скорой встречи, до новой встречи. Вот. До следующего видео. Пока-пока, мои дорогие. Я вас всех целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok